И да, на маленьких листочках сначала взяли и попробовали, как вообще идут. Так сегодня начался мастер-класс по написанию посланий в будущее. Практика оригинальная, хотя каждый год 19 октября в мире отмечают праздник написания таких писем. В этот раз в Барнауле решили это сделать не шариковой ручкой, а пером в рамках выставки каллиграфии. Никто не знает когда и кто вообще придумал все праздник, но так он всем понравился, потому что действительно будущее это что-то такое непредсказуемое и нам хочется, чтобы оно было какое-то позитивное. Поэтому мы сегодня возьмем в руки перья, перья причем и стальные, и птичьи, и на специальной бумаге напишем себе, а может быть и своим друзьям в будущее. Кстати, сегодня гораздо больше возможностей для посланий в будущее. Можно создать видео, аудио и электронное письмо, но традиция писать рукой на бумаге продолжает жить. Когда мы пишем от руки, мы в дум выписываем то, что пишем, такой внутренний диалог происходит, и мы успокаиваемся, входим в определенный ритм, такая арт-терапия происходит. Написали письма пером и тушей, успокоились, вошли в ритм, и по традиции хранения письма свернули бумагу в трубку и скрепили бечевкой. Когда открывать письмо, через месяц, три или год, каждый решил сам. Я написала послание в далекий 2033 год. Пожелала себе продолжать наслаждаться жизнью и не изменять себе. Кстати, написать можно все, что угодно. Свои желания, важные моменты жизни, обещания, благодарности, напомнить себе о цели или ценностях. Писала себе, что я надеюсь, что я останусь такой же амбициозной, такой же нежной, и не перестану верить в любовь, то, что любовь побеждает всегда, любовь всесильна, и что в будущем все будет хорошо, как минимум у меня. Я пожелала себе всего самого наилучшего, и принять себя, и заниматься тем, что мне нравится. Было очень интересно посмотреть, какие бывают виды письма, чуть-чуть узнала про их историю. Попробовала первый раз, кстати, писать пером, но это такое, интересно, конечно, занятие. Написала какие-то свои небольшие тайны, секреты, чтобы потом прочитать. Написала то, что меня сейчас беспокоит, и интересно будет ли меня это беспокоить в будущем, или наоборот, как раз-таки мне будет вообще на это все равно. Попробуйте и вы написать такое письмо. Главное, пишите от души и искренне, и продумайте, как, где и сколько оно будет ждать прочтения. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.